И в Одессе, и в области в последнее время наблюдается настоящий строительный бум. Это было бы просто замечательно, если бы не одно «но». Почти все стройки ведутся с нарушением законодательства. Экологи-общественники также отмечают, активно нечистоплотными строителями осваиваются земли у побережья. 28 мая прокурор области рассказал об успехах прокуратуры в борьбе с незаконной стройкой. Представители прокуратуры утверждают, несмотря на то, что в прошлом году им урезали полномочия, а именно запретили проверять бизнес, органы власти и органы местного самоуправления, надзорное ведомство все равно пытается оперативно бороться с нахолстроями. Лише за 5 месяцев этого года прокуратурой до суду подано 67 позови про скасывание деклараций на строительство. Свидетельство про право властности на самочинно заведение объектов строительства, а также про их внесение. 80% этих позовей стосуются территории города Одессы. Кроме того, на представлении лицей прокуратуры области до Департамента архитектурно-будивального контроля скасовано 20 таких деклараций в добровольном порядке. Представители прокуратуры обращают внимание на следующее. Когда дело доходит до незаконной застройки, ждать какого-либо рвения по пресечению таких действий от владельцев государственных и коммунальных земель, а также от органов контроля, не приходится. Ни одного материала в этом году от каких-либо органов власти в надзорное ведомство не поступало. Приходится воевать самостоятельно. Какие-то победы, в том числе и в резонансных делах, имеются. Скасовано регистрация декларации про строительство объекта под выглядом аварийно-рятувальной станции на пляже Ланжерон. В этом году задоволена апелляция прокуратуры и скасовано законное судовое решение о признании права власти на споруды комплексу фонтаней, близкой площадью 300 квадратных метров, что расположены на пляже Ланжерон. Прокурор области утверждает, если говорить о победах в судах с отменами разрешений на незаконное строительство или выданных деклараций, то тут проблем обычно не возникает. Но вот со сносом уже беда. С привода внесения строительства, в первую очередь, этим должны заниматься органы местной влады, а также эти установки и организации, которые введены, в которых пребывают земли. Однако, на данный момент, деньги на это не выделяются, и работа с этого привода проводится не достаточно активно. Активно борется прокуратура и с приватизацией памятников архитектурного наследия, которые активно раздавали заинтересованным лицам и практически за бесценок представителей власти. За посылами прокуратуры, вызнаны недействительными решения Одесской городской районы и договоры, на письте которых противоправно отчужено по занижению, больше, чем в 26 разов, вартости 23 помещения в центральной исторической части города Одессы с общей площадью 4000 квадратных метров. В конце пресс-конференции прокурор области напомнил, к сожалению, органы контроля и представители власти никак не реагируют на незаконную застройку. Надзорному ведомству приходится открывать производство или благодаря материалам СМИ, или реагируя на обращения неравнодушных граждан. В ближайшее время при областной прокуратуре будет создана смешанная группа, которая займется именно незаконным строительством, потому что работы – непочатый край. Анатолий Косин, телекомпания «Круг».